Привычный ритм жизни Галины Болдовой нарушен. Спокойные пенсионные будни сменились, что называется, хождениями по мукам, причем в полном смысле слова. От инстанции к инстанции женщина устала добиваться справедливости. А все началось, когда ей и еще нескольким десяткам жителей улицы Школьная пришли квитанции об оплате коммунальных услуг в сумме, в разы превышающей обычную. Обратившись в свою управляющую компанию, выяснилось, деньги эти организации начислила за содержание и капитальный ремонт их домов коттеджного типа, которые не собирались два года. Мы должны были в этом месяце заплатить за квартплату, вот лично я, 17 433 рубля. Никто ничего предварительно не собирал нас, не разъяснял, не говорили нам. И представьте, конечно, получив такую квитанцию, все были в шоке. Помочь людям разобраться в проблеме муниципальная управляющая компания так и не смогла. Ее сотрудники настаивали на том, чтобы люди единовременно оплатили двухлетнюю задолженность, апеллируя тем, что по неизвестной им причине плата за содержание и текущий ремонт домов коттеджного типа не взымалась. Хотя Советом депутатов Ленинского района такое решение было принято еще в 2014 году. И тогда Галина решила обратиться к народным избранникам. Когда мы начали изучать, в принципе, эти доначисления, они были произведены управляющей компанией по закону. То есть юридическая сторона здесь не затронута, не нарушена, но, однако, был нарушен порядок. И здесь я считаю, что основная задача депутатского корпуса, понимая сложность вопроса и понимая о том, что есть юридическая подоснова ко всему этому, в первую очередь занимать позицию жителей. Поэтому депутатами была собрана комиссия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, в ходе работы которой попытались разобраться в проблеме, да так, чтобы отстоять права жителей улицы Школьная. Наше предложение с 1 января 2017 года тогда уже на законных основаниях, имея всю подоснову, имея полностью все заключения по сметам, проведенных работ по текущему ремонту, вменить уже тогда в законном порядке, чтобы в жировках появились эти оплаты. Те суммы, из-за которых разгорелся скандал, народные избранники настояли не начислять, а тем, кто уже оплатил, вернуть деньги. Учредитель МУПУК ЖКХ, коим является администрация Ленинского района, полностью согласился с предложением депутатов. Мы все-таки, как администрация, настроены на то, чтобы любые действия, производимые, тем более муниципально управляющие компании, были направлены на улучшение все-таки положения людей, а не ухудшение. Поэтому принято решение поддержать решение комиссии, произвести в декабре месяце перерасчет. Разъяснить нововведение для жителей домов коттеджного типа по улице Школьной предстоит управляющей компании. Запланирован ряд собраний, которые у КЖКХ проведут до конца года. Там будет несколько вопросов сразу. Первый – это выбрать способ управления, либо они непосредственно управляют, либо через управляющую компанию. Второй – это определить порядок оплаты, либо они будут платить по утвержденному тарифу. И тут они должны сразу будут решить, в тарифе присутствует плата за текущий ремонт. Значит, если они принимают тариф, то они должны платить и за текущий ремонт. Галине повезло. Она обратилась к людям, чья работа – помогать гражданам. И не ошиблась. Депутатский корпус Ленинского района не оставил жителей школьной один на один с проблемой. И в кратчайшие сроки ее решил. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Владимир Андрианов, Елена Кошлева, Питное ТВ.